18 февраля актёру Джона Траволте исполнилось 66 лет. Он снимался в популярных фильмах «Бриолин», «Криминальное чтиво», «Пароль», «Рыбомеч» и многих других. Но по его биографии тоже можно снять целое кино. 19 февраля актёра Джон Траволте родился в 1954 году. В детстве научился отбивать чечётку и в первых фильмах с 1972 года по 1975 годы занимался тем же. Потом его пригласили на роль в фильме «Кэрри» по роману начинающего писателя Стивена Кинга и карьера его пошла в гору. В следующем году он снялся в лихорадке субботнего вечера, которая принесла ему бешеный успех и в ленте под колпаком. Во время съёмок этого фильма Траволта познакомился с актрисой Дайаной Хайлен и у них начался официальный роман. Она была старше Джона на 18 лет, но влюблённым это не мешало. Но длилось счастье недолго. В январе 1976 года у Дайаны обнаружили рак груди. Лучшие врачи и большие деньги. Всё было без толку. 27 марта она умерла. У актёра на руках премии Эмми за роль в фильме «Под колпаком» ей дали посмертно эту награду. Джон Траволта хранит до сих пор. В 80-х звезда актёра едва не закатилась. Он снимался в коммерческих неуспешных фильмах и соглашался на сомнительные с точки зрения смотрибельности проекты. В 1991 году он женился на Келли Престон, бывшей девушке Джорджа Клуни. Церемония по правилам Саинетологической церкви должна была пройти 5 сентября, но прошла на неделю позже. Келли уже была беременна первенцем. Джет родился 13 апреля 1992 года. Жена была младше Джона на 8 лет, но в кино они пришли одновременно. Впрочем, Келли не суждено было стать актрисой первой величины. А вот Джон вернулся в былое величие и даже забрался ещё выше. В 1994 году он снялся в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Такого успеха от ленты не ожидал никто, включая самого режиссёра. В 1997 году Траволта снялся в фильме «Без лица». В 2007 году «Лак для волос». Эти и другие фильмы были отлично приняты публикой. А дальше началось странное. 2 января 2009 года 16-летний первенец Джона и Келли умер из-за приступа эпилепсии, вызванной синдромом Кавасаки, а именно проблемами с сосудами. Это произошло в ванной комнате их дома, когда вся семья была в сборе. Брак Келли и Джона трещал по швам, он уходил к психологу и делал курсы расслабляющего массажа. В 2012 году один из массажистов подал на актёра в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах. Вскоре к нему присоединился другой массажист. Вскоре они отозвали заявление, но репутация уже была подпорчена. В 2014 году пилот Дуглас Готтерба заявил, что состоял с женом в интимной связи более 6 лет. Актёр отрицал его правоту и дело замяли. Однако функционеры церкви до сих пор выступают с заявлениями, что вынуждены прикрывать деяния Траволты от внешнего мира. Жена родила сына Бенджамина в ноябре 2010 года и возникающие иски и слухи никак не комментируют. На данный момент Джон Траволта в судебных разбирательствах не участвует. У Джона Траволты с детства есть хобби, а именно авиация. Большую часть гонораров он тратит на покупку и переоборудование частных самолетов. В его авиакомпании «Алта» был даже большой пассажирский «Боинг-707», на котором он в 2010 году прилетел в Россию, сидя в кресле пилота. Сейчас, по данным анонимных источников, в его авиапарке пять самолетов, но сам Траволта в силу возраста за штурвал почти не садится.